Ассаляму алейкум вархматулла баракатуху, мир вам, милосевышнего, благословения, дай вам счастья и вы получи. Меня зовут Ахметов Мурсаль, я являюсь проректором Российско-Исламского университета и веду различные программы по работе с детьми, с инвалидами, престарелыми. То есть моя работа это социальное служение в религии, то есть это в жизни. Но я буду говорить вам немножко о другом. Я хочу вам сказать о духовной безопасности. Я специализируюсь в основах безопасности жизнедеятельности в духовном пространстве. Я вас могу научить, как выйти из двухмерного измерения, стать трехмерным, увидеть себя в этом мире не в четырех сторонах света, а показать, как на примере того же Андрея Макаревича, у него есть хорошая суфийская песня. Перекресток семи дорог, вот и я. И вот этот перекресток, я думаю, и вы можете найти, потому что вот это я заложено в каждом из нас. Потому что Всевышний, Аллах, Бог, каждая религия найдет свое, что и в Библии, что и в Коране сказано, что Аллах нас создал из глины и воды и вдохнул свой дух. И этот дух есть в каждом из нас. Мы его должны только найти. Он заключен здесь, в нашем, мы говорим, сердце, потому что сердце мы чувствуем друг к другу, порой этого не понимаем. И вот найти вот этот перекресток, я думаю, я попробую вам помочь в этом. А для этого просто надо полюбить. А чтобы полюбить, надо простить. А чтобы простить, просто попросить прощения. Простить прощения не только у Всевышнего, но попросить прощения у своего соседа, друга, родственника, близкого. Потому что Всевышний нам говорит, я-то вас прощу, я милостив и милосерден к вам, но вы друг друга простите, вы сможете попросить прощения друг друга. Я в ваши отношения не лезу. И потому подумайте, как же нам изменить себя? Каким образом? Через прощение, через вот эту милость, которую нам дает Всевышний. Думаю, мы можем найти свою одну дорогу. От таких дорог семь. Если взглянуть глубоко на этот перекресток, и вот я, представьте, я от первого лица, то есть я вас создал, я вас создал с глиной воды, то есть от первого лица, то есть от Всевышнего, то есть перекресток, семьи дорог, вот я, с большой буквы, вы найдете именно себя. Взглянем по-другому. Был, есть у нас гений, Александр Сергеевич Пушкин. Помните его вечные стихи, когда он говорит, я памятник возник в себе нерукотворно, не зарастет ему народная тропа. Вот слово я возьмите от первого лица, и вы поймете смысл, настоящий смысл этого великого гения. И во многом наша жизнь сопряжена такими вещами, которые мы не понимаем. Вот возьмем понятие чистоты. Что такое чистота? Мы думаем, что это вопрос только гигиены, там, помыли руки и все. Ведь, например, помыть руки, чистота рук, это не брать ничего лишнего. То есть порой даже руками отдать то, что грязное, отдать, или там, десятину, закят, там, одну сороковую часть, милую милостенью. Или чистота ушей, не слышать плохие слова, ругань, сплетни и прочее. Чистота языка, то есть не говорить плохого никому. Поэтому чистота тела своего, то есть беречь себя только по милости Всевышнего, жить, скажем, в радости с одним человеком, а не со всеми подряд. Когда сегодня болезнь общая, это вакханалия, то есть каждый занимается без Божьего возвеления, без никаха, без, скажем так, у христиан. Возникает вопрос венчания. Задавайте вопросы на нашем сайте, с удовольствием готова вам ответить на любые вопросы, касающиеся вашей духовной безопасности.